Добрый вечер! В прямом эфире Мира Белогоря программа «Знающие люди». Это интерактивный проект, который создан не только для вас, но и вместе с вами. Вы всегда можете стать нашими соавторами. Для этого заходите на сайт мирбелогоря.ру и оставляйте свои вопросы и предложения. Ну и, конечно же, звоните в прямой эфир, телефон студии 584410. А сегодня гость нашей студии, заведующий кардиологическим отделением номер 2 областной клинической больницы, свидетеля Иосафа, главный внештатный эксперт-кардиолог области Сергей Константинов. Здравствуйте, Сергей Леонидович. Здравствуйте. Предлагаю посмотреть наш сюжет для начала. Никогда не задумывались об этом 26%. 16% считают, что они еще слишком молоды. И 13% ничего не боятся, так как ведут здоровый образ жизни. Спросите о том, что волнует вас в прямом эфире. Тема программы сегодня – инфаркт миокарда. Что надо знать? Сергей Леонидович, ну вот так ответили наши посетители нашего сайта. В общем-то, 45% хотели бы больше знать, да, про филактики. Надеюсь, мы им сегодня в этом поможем. Но в то же время 26% никогда об этом не задумывались. Как вот на практике, на вашей работе, с кем чаще всего сталкиваетесь? Ну, вообще, на самом деле, зрители ответили очень так перспективно и правильно на этот вопрос. Почему? Потому что, ну, во-первых, радует цифра 46%, узнать хотят о профилактике больше. Собственно говоря, о профилактике можно сказать следующее, что причиной инфаркта является всегда атеросклероз. Бурное развитие атеросклероза с воспалительной реакцией бляшки. Потом при каком-то обстоятельстве разрыв бляшки, тромбоз в артерии, наступает зона ишемии в мышце сердца. И развивается некроз, то есть отмирает часть здоровых клеток. Значит, в результате чего в дальнейшем происходит так называемое ремоделирование. То есть этот процесс, который физически заключается в том, что полость сердца сама по себе представляет на самом деле вот такую вот конусовидную физическую полость. При сокращении мышцы сердца, значит, вся равнодействующая сила направлена в аорту, на выброс крови. И когда происходит отмирание какой-либо стенки, значит, эта стенка перестает участвовать в сокращении. Естественно, геометрия меняется насоса, геометрия приложенных сил меняется, физика меняется. И появляется, так сказать, ну как бы тенденция к развитию изменения неблагоприятной полости, ведущая к сердечно-недостаточной. Собственно говоря, инфаркты действительно надо бояться. Надо бояться однозначно. И что касается, наверное, правильно сказать о факторах риска, которые существуют по инфаркту миокарда. Ну вот смотрите, Сергей Леонидович, как раз-таки по поводу того, бояться или не бояться, вопрос на сайте мирбелогоре.ру. Можно ли пройти какое-то обследование, чтобы выявить предрасположенность к инфаркту заранее? И проводятся ли такие обследования у нас в области? Ну, безусловно, конечно, проводятся. Эти обследования проводятся во всех лечебных учреждениях профилактических, включая поликлиническое звено целиком. То есть выявляются факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Вот, допустим, сказать точно, разовьется у человека инфаркт или нет, достаточно проблематично на сегодня. Но есть шкалы риска, которые позволяют нам прогнозировать неблагоприятный риск, который превышает 10% по определенным шкалам, или 7% по определенным шкалам. Значит, учитываются обязательно генетические особенности, то есть есть ли наследственность отягощена по сердечно-сосудистым заболеваниям. Также учитывается наличие стойко повышенного давления, то есть артериальной гипертензии. А артериальная гипертензия дает как бы вот такой 42% увеличение риска по развитию сердечно-сосудистых осложнений, в том числе инфаркта миокарда. Существует также еще некий сахарный диабет или метаболический синдром. Сахарный диабет – это отдельная группа риска, инфаркт там вероятен, причем там инфаркт гораздо сложнее, чем без диабета. Он течет по-другому, сосудистое русло другое, другая микроциркуляция органа. Есть свои особенности, и вот в случае диабета даже может инфаркт протекать без болевого синдрома, что является особенностью этой патологии. Но это речь идет о длительной текущем диабете. Сергей Леонидович, куда именно обращаться людям, где можно пройти такое обследование, куда идти? На самом деле, смотрите, все достаточно несложно. Если есть стойко повышенное давление, надо идти к врачу, чтобы узнать, какие препараты надо принимать, предотвращая этот риск, о котором мы только что говорили. Также можно обращаться, конечно, в любую поликлинику, к терапевту, где берутся анализы на холестерин. Если он повышен и есть артериальная гипертензия, это уже два фактора риска. То есть высший риск развития с таких неблагоприятных событий, как инфаркт миокарда. И, опять-таки, контроль сахара, крови. Надо сказать, что отдельным фактором риска это избыточная масса тела. Также существует проблема, ну, известная проблема в обществе на сегодня, это гиподинамия. То есть отсутствие динамических физических нагрузок. Вот, на что надо, конечно, обращать внимание и по возможности после 35-летнего возраста обращать внимание на излишний вес. Если есть избыточная масса тела, повышенное давление и гиподинамия, значит, наиболее вероятно через 10-15 лет иметь уже какое-то сердечно-сосудическое заболевание. То есть уже надо идти к врачам. Ну, вообще, да, за советом надо бы идти. Сергей Леонидович, спасибо большое. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 584410. Звоните, задавайте вопросы. У нас первый звонок есть. Алло. Алло, алло. Алло. Здравствуйте. 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 Говорите, вы в эфире. Алло, мы вас слушаем. Это Ткаченко Анатолий Михайлович вам звонит. Белгородская область, Балаконовский район, поселок Пятницкая. В настоящее время я являюсь инвалидом второй группы. У меня, значит, в 11-м году был инфаркт, шунтирование, а также шунтирование аортобедренных артерий и коленной артерии еще. Вот, вот, сейчас у меня вопрос такой. Да-да, мы вас слушаем. Сейчас у меня вопрос такой. Можно ли мне ставить бесплатное обследование, то есть сделать коронароградию и УЗИ сосудов? Потому что времени прошло много, и у меня, получается, могли уже произойти какие-то изменения. Спасибо большое. Скажите, можно ли и необходимо ли делать? Да, безусловно, безусловно. Такая группа пациентов, как вот только что мы услышали, обязательно должны быть под диспансерным наблюдением кардиолога или терапевта. Это вот то, что по месту жительства имеется. Обследование, конечно, можно пройти. Можно пройти это в областной больнице. Там сделается коронарография, изучаются вопросы сосудистого русла, что нижних конечностей, что и ангиографии сердечных сосудов, шунтов, если перенесли АКШ. То есть это нужно направление взять у своего врача? Это можно взять направление. То есть есть, на самом деле, несколько вариантов. Это можно взять направление у своего врача и приехать с направлением. Это можно также записаться. Тогда это бесплатно будет? Да, это бесплатно будет. Во всяком случае, все, что сегодня обеспечивает ОМС, все бесплатно. Все на бесплатной основе совершенно. Это радикально отличается от того, что было, допустим, 8-10 лет назад. Спектр сегодня ОМС покрывает очень большой, поэтому вполне можно приехать даже в кардиоцентр, через регистратуру попасть к кардиологу. Там назначатся какие-то предварительные варианты обследования. Ну и потом уже, если необходимо, будет госпитализация. У нас коронарография в основном это госпитальная такая процедура. Если будет необходимо, то, конечно, госпитализировать, смотреть, что и какие риски. Раз в год вообще желательно, конечно, проходить хорошее обследование. Не обязательно делать коронарографию. Но если будут подозрения у врачей, что это необходимо, значит, надо выполнять. Спасибо большое, Сергей Леонидович. Я напоминаю, телефон студии 584410. Звоните, задавайте вопросы. Очередной звонок у нас. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а вот спортом заниматься, питаться правильно, вот если так делать, есть ли гарантия, что не будет проблем с сердцем? Спасибо. Спасибо. Нет, ну на самом деле тут такое заболевание сердечно-сосудистой системы, это вообще многофакуровное заболевание, в том числе атеросклероз. Смотря каким спортом заниматься. Это вот как многие из наших зрителей считают, что они ведут здоровый образ жизни, да, и им ничего не грозит. Да, более правильно говорить о занятии спорта, не статические нагрузки использовать как профилактику заболевания сердечно-сосудистой системы, а динамические нагрузки, что касается там плавания, там бега, обычной ходьбы. Вот наиболее доступно это обычная ходьба, это динамические аэробные нагрузки, которые каждый из нас, наверное, да, и в том числе мы с вами можем делать каждый день по 30-40 минут. Значит, в чем смысл аэробных нагрузок? Да, начинают включаться капилляры, то есть капиллярный кровоток усиливается общее кровообращение, улучшается капиллярный кровоток, следующий процесс утилизации глюкозы нормализуется, и вот это считается наиболее оптимальным. То есть, во всяком случае, аэробные любые подвижные, так сказать, виды, да, без экстремальных физических нагрузок. Как раз у нас на сайте мирбелогория.ру вопрос, какими видами физкультуры надо заниматься, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний? Где-то читал, что достаточно просто ходить пешком хотя бы 30 минут в день, правда ли это? Ну да, действительно, это так, да. Действительно, аэробные динамические нагрузки. Это езда на велосипеде, может быть, это плавание, это ходьба пешком. Но спортзалы с отяготением сюда никакого отношения не имеют. То есть, главное, не переборщить со спортом тоже? Да, безусловно. Да, безусловно, так. Спасибо большое. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 584410. Звоните, задавайте вопросы. У нас очередной звонок. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Добрый вечер. Подскажите, в каком возрасте может случиться инфаркт? Спасибо. Ну, для инфаркта наиболее характерный возраст, вообще, в принципе, начиная с 30 лет, мы можем, как бы, говорить о том, что может случиться инфаркт. Но наиболее часто это случается в возрасте после 45-50 лет. У женщин немножко вот более благополучная ситуация в связи с гормональным фоном до 50 лет, а потом соотношение частоты инфаркта в популяциях, в принципе, выравнивается к 70 годам. Группа риска мужчин – это где-то 45-60 лет, после которого инфаркты встречаются несколько реже. Но не факт, что их не будет. Вот как раз тот же вопрос в тему на сайте мирбелогория.ру. Правда ли, что мужчины больше подвержены риску, чем женщины? Ну, да, действительно так. И вот про возраст. В каком возрасте тоже может случиться инфаркт? И подвержены ли этому заболевания молодые люди в каких случаях? Ну, вот о конкретике какие случаи? Ну, это какой-то, допустим, экстрим. Что сейчас модное слово? Экстрим имеется в виду либо перебор физических нагрузок, может влиять совершенно четко на сосудистую стенку. Это фактор как курение, злоупотребление курением, злоупотреблением алкоголем и другими веществами, которые вот в молодом возрасте могут приносить удовольствие, но неблагоприятно влияют на сосудистую стенку и могут привести действительно к развитию отработок в сосуде, да, в более молодом возрасте. Спасибо большое. Напоминаю, телефон студии 584410. Звоните, задавайте вопросы. Очередной звонок у нас. Алло. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Вот мне 35 лет, и периодически возникают колющие боли в груди и сами проходят. Опасно ли это? Спасибо. Ну, на этот вопрос, чтобы ответить, надо пройти минимум обследования, сделать электрокардиограмму, сдать холестерин. Имеете ли вы избыточный вес, взвесить, то есть имеете ли вы гипертоническую наследственность или отягощенную анамнез по сердечно-сосудистым заболеваниям в молодом возрасте. И тогда все вместе взвесить и определиться, вот насколько вероятен, допустим, инфаркт у вас относительно нормы приняты. Наверное, вот так вот. Сергей Леонидович, ну, вот какой совет мы дадим телезрителям? Потому что там действительно многие часто, да, ну вот поболело, прошло, да? Поболело, прошло. Ну и ладно. Стоит ли на это все-таки обращать внимание пристальное? Вот мы как-то часто сталкиваемся с тем, что люди поздно вызывают скорую помощь. То есть поболело в груди, кто-то принимает это за желудочную боль, кто-то за, так сказать, вот в народе говорят остеохондроз, кто-то считает, что, значит, бронхи как-то вот простудил. На самом деле, если какие-то боли возникают в грудной клетке, особенно в середине, если тем более они отдают в локтевые суставы, в левое плечо, то есть в плечевую зону, это первый признак того, что надо обратиться к врачу. Это обязательно. А если сильный, необъяснимый приступ боли в грудной клетке, это сразу вызывается скорая помощь. Вот тут я даже буду настаивать, что жители должны все это четко понимать. И дело в том, что мы иногда действительно имеем позднее обращение. Через 4 часа после начала боли лечить инфаркт, понимаете, мы спасти можем от силы 20% пораженной зоны. Если в первый час, то около 50%. Это очень значимая разница, которая определяет дальнейший прогноз. Чем раньше обратился к врачу, тем больше шансов. Чем раньше обратился, тем лучше. Надо вызывать скорую помощь. И обязательно снимать кардиограмму при приезде скорой помощи. Спасибо большое за совет. Еще один вопрос с сайта мирбелогория.ру. Играет ли какую-то роль наследственность? У моего дедушки был инфаркт в возрасте 45 лет. Означает ли это, что я в группе риска? Спасибо. Да, безусловно, вот этот фактор риска, наследственность, который не является модифицированным, который мы не можем изменить. На самом деле существуют такие данные. Но, значит, остальные факторы риска, такие как избыточный вес, курение, злоупотребление алкоголем, то есть прием спиртных напитков, содержащих больше 20-30 грамм алкоголя в пересчете. Значит, это уже повышает вероятность развития неблагоприятных каких-то событий. Желательно исключить уже, да, вот такие факторы? Да, безусловно. Это вот что касается, правильно говорят, вести здоровый образ жизни. Да, это ходьба, это обязательно контроль холестерина. Это, если он повышен, обязательно прием лекарств. Причем статинов, которые снижают уровень холестерина. И по сегодняшним данным его надо снижать на 50% от исходного уровня, если есть действительно высокий риск. Спасибо большое. Телефон студии 584410. Звоните, задавайте вопросы. Очередной звонок у нас. Алло? Алло? Да-да. Здравствуйте. Говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Я, я хотела бы это, вот, я Логачева Мария Николаевна, красноварьевский район. Значит, до 29 декабря меня выписали вот с кардиологического центра. У меня был инфаркт миокарда. Вот я бы хотела знать, через какой период, вот, через месяц или через сколько. Вот мне там прописали лекарства пить и так далее. Через какой период я бы могла приехать в кардиологический центр и встретиться с кардиологом, и чтобы он мне дальше обследоваться, какой там процесс протекает и какие лекарства дальше пить. Спасибо. Да, ну, я бы так ответил на ваш вопрос. На самом деле, если все благополучно, вот, с момента выписки, и доктор вас наблюдает, его участковый, то обращаться можно по истечении двух месяцев для контроля ультразвукового исследования, чтобы посмотреть, как меняется геометрия, если это крупная инфаркция. Ну, дело в том, что все зависит от степени поражения, от зоны поражения сердца, и насколько выражена сердечная недостаточность. Естественно, обращаться вы можете как фактически у себя по месту жительства, а также и в областную клиническую больницу, тем более, если вы у нас лежали, значит, фактически через два месяца мы вас ждем. Пожалуйста, приезжайте, все посмотрим и как-то примем решение. Сергей Леонидович, а вот какие вообще рекомендации можно дать человеку, который уже перенес инфаркт, выписался из больницы, вот как себя вести, собственно, после этого? Ну, во-первых, после инфаркта, опять-таки, в зависимости, насколько выражена сердечная недостаточность, необходимо пройти реабилитацию. Ее как проходит при санаторном лечении или реабилитационных центрах, которых, в принципе, у нас два, да, на Ваталожанка и санаторий Красиво, где отделения выделены для, вот как раз-таки, реабилитации. В чем заключается суть? Значит, суть заключается в адаптации к физической нагрузке, к которой мы в бытовой жизни обычно привыкли. Значит, адаптация надо начинать постепенно обязательно, под контролем частоты пульса. В быту, это человек может сам, в принципе, считать, прирост на 10-15 ударов от исходной при приеме лекарств, уже считается достаточно приличным. Пульс не должен при нагрузке превышать 100 ударов в минуту. Вот, тогда будет правильная реабилитация. Реабилитация физическая заключается еще в том, что это немножко другая философия. То есть здесь не постельно-диванный образ жизни, или газетно-диванный, как его называют. То есть нужно все-таки двигаться? Ну, все-таки, да, приобщаться, начиная с обычных нагрузок переносимых, потом прибавлять, прибавлять, и где-то по истечении года уже наступит адаптация сердечной мышцы, и сердце, так сказать, может справляться с тем, что ему мы предлагаем, какую нагрузку. Сергей Леонидович, в продолжении темы, вопрос сайта мирбелогория.ру. Близкая родственница не так давно перенесла инфаркт, сейчас восстанавливается. Нам сказали, что есть угроза повторного. Подскажите, можно ли как-то избавиться от него навсегда? Возможно, какая-то операция нужна? Ну, дело в том, что все зависит от того, насколько поражены сосуды атеросклерозом, коронарные сосуды. На сегодняшний день спектр воздействий или вмешательств, которые помогают кровоснабжению сердца, достаточно широк. И в нашей области в том числе. Это орто-коронарное шунтирование, это стентирование коронарных сосудов. То есть это, ну, в каждой конкретной ситуации принимается свое решение. Наверное, для этого надо более подробно знать ситуацию. А так, в принципе, все возможно и все выполняется. То есть у нас эти операции... Да, у нас эти операции делаются. Это большое количество. И очень неплохие результаты, на самом деле. Спасибо большое. Напоминаю, телефон студии 584410. Осталось совсем немного времени. Звоните, задавайте вопросы. У нас очередной звонок. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я Валентина. Вот у меня такой вопрос. Мы у вас проходили курс лечения, и мне хотелось бы лично к вам попасть на прием. Вы очень адекватный доктор. Спасибо большое. Вы можете всегда это сделать. Рабочий день с 8 до 5. Обычно я на месте. Можно подойти или к старшей сестре, или ко мне. Если вы были у нас, знаете, расположение. То есть проблем из этого никаких практически. Скажите еще раз, чтобы все поняли, где именно вы ведете, в какой больнице, в каком отделении, да? У нас отделение неотложной кардиологии занимается лечением инфаркта миокарда, острого коронарного синдрома, как сейчас принято говорить. Белгородская больническая больница. К сожалению, мы отдельный прием не ведем, но всегда идем, в общем-то, на встречу с пациентом. Спасибо большое. Еще один вопрос с сайта мирбелогория.ру. Может ли помочь в качестве первой медицинской помощи при инфаркте непрямой массаж сердца? Ну, вы знаете, вопрос несколько вот так поставлен. Наверное, в некоторых ситуациях при развитии инфаркта миокарда он может помочь. В том случае, если наступает остановка кровообращения. Вот если наступает остановка кровообращения, искусственный массаж сердца, это ритмичные надавленные на грудную клетку, с помощью чего мы добиваемся продвижения крови по сосудам. То есть ткани, которые, прежде всего, мозг, которые 3-4 минуты максимально могут иметь гипоксию, потом они начинают так страдать, что можно безвразвратно их потерять. Поэтому только вот в этом случае при остановке кровообращения. Сергей Леонидович, еще один звонок, я думаю, последний на сегодня, очень быстро. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а может ли быть такое, что человек перенес инфаркт на ногах и сам этого не понял? И чем он вообще это грозит? Спасибо. Спасибо большое. Инфаркт на ногах и сам этого не понял. Бывают ли такие случаи? Да, такие случаи случаются. Мы достаточно нередко встречаем людей с перенесенными вот такими немыми инфарктами или, как говорится, там поболело час-два, перетерпел, к врачу не обращался. Чаще всего это задняя стенка страдает. То есть меньшая часть миокарда, когда отмирает, можно перенести и действительно даже и не знать об этом, а потом увидеть на кардиограмме, на эхо и удивиться, что перенес. Чем это грозит? Чем это грозит? Любое коронарное событие, если произошло инфаркт миокарда, коронарный синдром, там нестабильность и на кардиограмме на протяжении 5 лет имеет дополнительные 15-20%, а то и больше, риска развития повторных событий, в том числе и неблагоприятных. Поэтому риск всегда выше, если перенесен на инфаркт. Спасибо большое, Сергей Леонидович. Очень много у нас сегодня звонков, непосредственно связанных с тем, где все-таки провести обследование. То есть люди действительно боятся инфаркта, куда им идти, и причем, чтобы это произошло бесплатно именно. Какой совет даем? Совет даем начинать надо со своих докторов, со своих кардиологов. Почему? Потому что они как раз-таки подскажут, кому нужны обследования более углубленные, кому достаточно на уровне поликлиники пройти. А максимальное обследование можно пройти в областной больнице, можно пройти без очереди на платной основе, можно пройти по очереди, потому что, естественно, большое количество обращений, очередь существует, и никуда от этого не денешься. Но все можно пройти здесь, в Белгородской области, на территории областной больницы. Спасибо большое, Сергей Леонидович, за то, что вы сегодня к нам пришли. Спасибо вам, что пригласили. За интересный разговор. Также я наших зрителей благодарю за то, что вы были с нами. И напоминаю, что каждую пятницу в 20.00 в прямом эфире «Мира Белогоря» программа «Знающие люди». Всего доброго. Субтитры предоставил DimaTorzok